Время, как раз, все-таки решили с заменой играть Страйф и вот вместо Джольза играет Майндрайв. Да, и это, как я понял, тренер этого коллектива. И нет более подробной информации почему и как. Пока что пистолетный раунд заканчивается, пока что холд. Ну, если я ничего не путаю, у нас в первом раунде была одна потеря у Триумфа, во второй ноль, а вот сейчас есть тоже потери минус Уиллс, Ксид сразу же отвечает, остаются только трое игроков Страйф. И казалось, Бангар почти был занят атакой, но в итоге Мерти закрутится, игроки Страйф пытаются хотя бы дойти куда-то бомбу поставить, их только двое против четверых. Ну, такое, наверное, уже не спасти, тем более, Ксид у нас в позиции, дождался бомбкере и остается последний тренер. И тренер увидел, увидел. Ай, 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 ай. Двоих сожгли, Сатурн, учил этот запах бомбера. Теперь бомба лежит в Опенфилде на улице, естественно, есть вся инфа, и желательно ее желательно отвоевать, но тут по одному так открываясь, наверное, все-таки Триумфы их вот так вот будут легко и сгрызать. Сатурн ожидает агрессию, понятное дело, Триумфом вообще нет никакого даже желания, да и мотивации открываться. Бомба у них под контролем, хотя вот решили вдвоем сыграть, даже вдвоем подключая ангар и пять смотрим, возможно, зажгут и новые звезды, тем более есть молодые. Но о них чуть позже, сейчас тренер оформляет хатшотик в спинку, забирает калаш, красного Остина забирает Джордж и уже три в два. Желательно, конечно, поставить плент, главное, чтобы еще сработал калашик. Вчера очень обидный раунд был у Страйф, они вышли, заняли б-плент и, казалось бы, на пистолетом, ну, то есть, играли форс с пистолетами и должны были ставить пачку на б уже, но ее потеряли, пока подбирали, пока только костю подобрали, уже пришли Гоцин. Что-то очень похоже, на самом деле, сейчас выполняет. Последние секунды, а он с пачками бежит, да, уже понимаешь, что плотно. Нет, нет, уже все, никак не спасти, хотя бы спасти калаш на следующий раунд. И вроде бы с этим справляется слайд, но 6-0. Надо взять тиммейта за ручку и привести его. А, он его за ручку приводит через вентилятор. Опа, сюда в спину. Ой, даже не посмотрел, к сожалению, что там на улице в мэне происходит. Анблука для тренера. Хорошая попытка, но Остин все-таки был первым номером. И Джордж. Ну, все решат в антапы, все-таки 40 хп. Тяжелый ретейк. Вроде есть как граната, закрывает одного. Каешка и думает, может быть, задание, может быть, увезет. По итогу пока не пикает. Остин. Ну, он в позиции сидит, просто ждет выпад. Агрессивничек. Не уверен, как-то Джордж вышел. Есть один раунд без страха. Там, кстати, там было слышно, да, что бомба уже устанавливается. Да, подключается вся братва триумфов. Сигзи падает. И стамина твой выход. Опа. Ахах, трутся друг от друга и не понимает этого. А запаха-то нет? Так, к спину. Ну что, слайд? Один в два. По одному точная информация есть, что он сойдет. К сожалению, по второму нету. А пачка в угол стоит, да? О, как хорошо. Да, почти внизу. Забирать. Она идеальна для слайда. Ага. Вот только в позиции спалил. Но неудобно диффузить. Ну ладно, успел. Повторами, в принципе, видимо, рассчитал. Но было красиво, согласись. Вон тапчик залетел. 7-2. Первая преграда. Так, предположить, да, уходит. И 30 сек. Пора, пора уже двигаться. Иксид наверняка уже сделает свой выпад. Чапоньк. Минус голова слайда. Хейд параллельно забирает тренера. Но тренер, кстати, перегибил. Забрал его. Остин идет дальше. Увидел на девятке игрока. Есть пробитие. Неожиданно остается только Джордж. Казалось бы, все хорошо. И Энтер из Триумф. И вроде бы как начинает зачищать на входе на А. Но неожиданно Страх все-таки разворачивает все в свою сторону. И остается последний Джордж. Идем три. В ангаре не догадывается, что остается игрок. И ты бить. Как взорвались. Ой, не взорвались, а раскрылись. У нас смычки уже два фрага есть. Слайд 5 хп и билз. Ой, по всем. Но только одного забирает. И второй красный остается у Страх. И вроде бы 2 в 4. Но там такие биды. О, смотри, оббежали. Вот и навстреча. Это как с телефоном. И тебе навстречу такое же идет. И без проблем устанавливать. Сейчас Сатурн еще решил фейкнуть. Но Джордж. Вот на него все. Внимание. Сейчас встреча с стаминой. Возможно, это было лишнее. Разгуливать. Как бы тут Сатурна одного не оставить. Шикарно, две флешки. И своего забрал хейт. Но это не важно. Он берет раунд для своей команды вместе с тиммейтом. Три минус от него. И то го. Так, ну что, в 12-й залетаем. Тут деглые теки. И под флешку идет выход. В позиции просто делает дабл. Оформляет третьего Сатурна. Стаминыч понял, что, наверное, не стоит лететь за тиммейтами. Так как тут очень опасненько. Ну и в принципе, раунд на этом и заканчивается. Можно сказать и подытожить, что девятка тут будет. Джордж находит ножки стамины. Но слайд, кстати, одного все-таки сфоткал. Это был эксид. И слайд, это будет встречка. И Хейт тут без проблем справляется. Девять-три. Потерялся. Не прочекал. Нет, он его как-то не увидел. Нажимай, нажимай талавик до конца. Хейт просто в дым, в ответку. Два-в-три. Стамина находит. Расстреливает Хейта до конца. Труп просто все обойму высадил. Ничего себе. А Джордж последний. С видимость здесь флеша чек. Сатурн. Ну должен уже видеть голову. И попадает через культуру. И второе. Добивыч. Забрать этот про-девайс на следующий раунд. Калаш явно будет лучше, чем Кольт. Но сидят до последнего страйб. Опа, еще один килл. По максимуму снайпер. Нельзя же такое прейзеры. И таки ты. Не успевает, а не долго бомб выщет. Как же обидно. 400 баксов вопрос. Они верили. И действительно не зря. Ну, по крайней мере выбили девайсы. С другой стороны еще с последний раунд. Но тем не менее. Ну, слушай. Как бы 400 баксов. Там нормор. По звуку слышно. Как сразу после убийства. Ребята начинаются. В чатике переписочка. Идет общение. По всей видимости. Знакомые. Так или иначе. Между другим другом. Так. Ну тут Джордж неплохо отстреливает по дому всех ребят. Майндтрак смотреть. И именно туда выходят два игрока команды Страйв. Но нам нужно до последнего смотреть за хейтом. Есть один килл. И по второму залетает. 10-5. Первая половина. Стально обученная флешка за 200 баксов. Для Сейбер Ту из девятки. Джоус и компания уже выходят. Сатурн оформляет первый килл. Аксиду только как не ожидали по девяткой. А Билд параллельно делает 2 килла. Стамина подключается с мейна. Но бомба уже тикает. Есть дефициты. А они отсутствуют. На самом деле можно просто потянуть время. Чем и занимаются ребята. Но Сигзи не против и постреляться. 11-5. Больше всего понравится ксидить. Ощутимую прибыль. Ну если страйв вдруг камбэку. То можно засчитать прибыль. А если на стрельбун. То она слишком башуется. Хотя пока хейт вскрывает одного. Тут есть размен. Получили еще 11 страйв. Все под девяткой лежат. Но последний Джоус. О! Присоединился он. Ааа! То есть о чем? Можно прям в середине игры замены делать? У нас на сервере. Ну и как сказал Айс Найш. То это довольно-таки симпатичный стрелок. Присходя из матча, который был вчера. Ну по крайней мере. Тангов выход из лобби и сквики. Как бы тут Сатурн не поймал хороший тайминг. Но поймал его Джоус. И даже наверх не посмотрел. Как из горящего дома. Просто сбуськи. Вылетает человечек стаминовый. Просто халдик. И желательно ему тут сыграть. Просто теряет всех тиммейтеров. Пока сидит он понимает, что надо сбрываться. Вот к сожалению по второму не пришел спрей. И остается слайд 14 хрп. И по всей видимости он пойдет попробует. Распекать через мейн. Они еще и на бейлевают. Анлаки, малаки. Пойдет ли дальше? Либо все-таки подсевит. Да, идет пробовать. Но если он это берет, то это будет. Ну прям за грани фантастики. Схп, авик. Схранить бы вы его в идеале. Welcome. Первый. Угадай справа, как думаешь? Наверное, нет. А время сейф. Да. Тем более у него нет дефьюз китов. Трупа тиммейта нету. Где можно было подобрать. Слайд, наверное, стоит уже бежать и сохранить авик. Он понадобится на экономическом. Слайд, бежи. Костина. Ёнь, на самом деле, очень агрессивная позиция. И девайс, я бы не сказал, что он прям подходящий под нее. Но есть слайд, который не промахивает. Ой, пачка сгибал. Да, там чуть-чуть обзор закрывался. Сигзе выждал. Как? И то, что забирает. Времени нету. Раунд проиграл. В принципе, он бился, надо подсевить. Хотя летит дальше. Его слышно, но нет. На бей не решился идти. Думал, что переиграет. Выдаст какую-то агрессию. Но пока что полный мороз. Там в Бангаре, возможно, сейчас откроется человечек. Но все-таки, первый это Сатурн. Встреча с Джорджем. Можно забрать калашик. Стаминок сыграл. Очень много спасибо. И стаминок закричитный фраг от него. Тернадцать семь. И денежку и уйду. А что это тут делает? Охранник тот встречает с девайсом в руках. Второго тоже гостя непрошенного. И третьего там тоже должны были. Но пачка установлена. Да, пакет передали, как и планировали. И теперь, что института. Двоих оставшихся игроков можно забирать. Но задача минимум, в принципе, выполнена. Это как раз-таки ОМОН ворвался в здание. Да. И сейчас будет искать, где этот пакет спрятан. Но я думаю, по звуку они не определяются. А прикинь ты руку, он его накрыл. И они не понимают, где пакет. Не-не, Дихус пошел. А удерженность стрельба не пошла. Ну, слушай, прорваться. Он тебя прям услышал. Твои упоминания. И теперь, наверное, все-таки Джоус тут погибает. Вообще, анлаки для него, как он жил. И мог два фрага сделать. Ну, там допл, конечно, все, что собрали. Насадили. Остин. Он отводит. А там же второй. Ах, ты битый. Остин еще и слепой. Тамина. Второй не нашел. Сатурн один минус. Остается последний слайд у него. 6 КП. Как раскрутиться-то? Там, наверное, уже никак. Пачка на Б. Пачка на Б. Это самый лучший вариант, на самом деле. Слайд, по идее, должен догадаться, что такое может быть. Я думаю, ты сейчас скажешь, самый лучший вариант, это с девятки прыгать. Да, и разбить ноги. Ну, у нас, по-моему, вчера Тамина прыгал с девятки и разбил ноги. Ну, ладно, смотрим. За этой попыткой, действительно, тут уже обратного пути нету. Ёй, опасно. Там под Даблдор открывался игрок, а там как раз-таки у нас был хейт. Он переходит сейчас на аквариум. По-моему, все, увидел. А, развели. Все, труп. Через три. Две. Одну. Двери открываются. Хороводы. Он прям чувствует его. Дергается бомба. А киты оттрук, и это проигранный раунд. 16-8, дорогие друзья. Вот на этом и заканчивается. У нас первая карта, но на самом деле есть еще одна. И в скором времени мы ее увидим, но пока что пауза. Да, впереди, друзья, вторая карта, поэтому ненадолго. Минут 7-1. Еще минус четко по головам раздается. Это два тиммейта, так сказать, друг друга из команды триумфа. И в итоге вот такая пока позиция. Ну, а Сатурн тут, кажется, все-таки не засеет свой армор. Не дигл. Даже если сейчас, да, Сатурн, должна сразу последовать помощь от тиммейта. Но она пока не понадобилась. А слайд последний. При взрыве есть попадание. А то со спины южей. Что, одного отвоевали, но зато информацию дал ксид. И сейчас понимают, что происходит. Ну, вот этот смог, возможно, в принципе, все исправляет. Можно проходить дальше. Ставить пакет. Там жорк-быски уже по фрагу сделали. И выход с монстра. Фрэшка первая. Но, к сожалению, все мимо. Шквал, конечно. Спрея вроде. Там у нас Джордж на приеме поджима с монстра. И там один напорник. В карте это Устин. Который, кстати, не промахнулся. И репикал дальше. Снайпер держал его в прицеле. Теперь можно проходить дальше. Ставить пакет. Пойдут ли с Сатурн Джолсом? По всей видимости, идут пробовать. Джолс пытается распикивать. И Биллс его ликвидировал. Но теперь Сатурну, наверное, можно возвращаться и обратно. 4-0. Тут сейчас продвижение будет попозже. Его ответил. Сами на двоих глисбер и только одного в коннекторе. Не смогся распределить пули ровно на двоих. Ну, а Сатурн еще приеду убрать хида. Хейт. Попали. И еще не попадает. 20 хп остается. Крастючий. Дергается бомба. Тут он падает. Есть разряд по двоих. Нет, вряд по двоих. Слайд. Ой, е-ой. Но нету дефис китов. Просто решили... Наморозить, наморозить. Не верит, не верит, не верит. Думал, на топол напугал. А он не напугал. А он еще даже убивает. Забирать его, он это делает, это 5-0. А тут как раз вся бригада триумфа. Пошел раскид. В банке за машину молек. Сатурн понимает, что пора вводить прицел в Ауге. И промахивается. Ну, точнее, там попал, но главное, что слайд не промахнулся. Но Киев уже оформлен. Бомба ставится на седьмой секунде. Сидь на поджиме с банка делает 2 кила. Джоз почему-то расслабился. И уже 4 в 2. Уже 4 в 1. И 4 в 0. Ну, почти. 19 хп, попытка убежать. Но неудачно. Знаешь, мне тот момент ксид, когда сзади подкрался, а перед по ногам что-то сразу... Конечно, был ключевой момент, когда человечек подпрыгнул и ушел, да, ну, фу. Ну, ладно. Возможно, следующий будет действительно более удачный. Пока что можно подфармить финансы и благополучно забрать подарок в виде экономического ворк-трайв. Джорджик забирает шарта Остина. Скотч на девятку. Слайд запалили. Хотелось бы как бы и унести что-нибудь вкусное, но тут никакой таких подарочков не дает. 7-0 и пора. Очень была опасная. Меняет позицию по длину. По-моему, его увидели. Прикрываются все, где. Ну, и все-таки есть это первое убийство. Есть уже благополучное начало. И с курилки идет, кстати, распикивать дальше. По-свою флешку играет. Учить его, кстати, еще на скопах. Хейт красиво прикрывает, а. Здорово, как раз ты забрал Сатурна. Стамина разменяет. Да. Все еще 3 в 3 ситуация. И ничего не ясно. Хотя Буиллс продолжает здесь стреляться. Даже не пришел до конца. Еще есть коннекторы. Но это, ага, ага, ага. А что, сквозь стенку? А, подожди, нет. Он был снаружи, на воде. Я на секундочку подумал, что он там другой разстреляется. Тем временем Джордж уже уходит в B-Plan. Задимает. Там также падает Джордж. Пошел все-таки до конца за Буиллс. Это, возможно, была ошибка. Стамина, которую здесь центр удерживал, остается 1 в 3. Они успешно, по-моему, и 20 лигу прошли и попали в Демьер. Вдушил. Так, взамен. Ну, такой короткий заход монстра. В принципе, не... Слай снова уходит. Ну, сейв. Тут очень просто слаженные действия. Сон, Дега, Триумф. И прикрывающий авик тоже. Первый. И... Завернул. Как он был рядом. Но тут есть поинтереснее момент. Остин забирает с нами, например, правильно, уже отлетает. Вылс на 30 хп. Ксид забирает Сатурна. И поджим от слайда на 13 хп завершается. Тем, что он успевает уйти. Молик его не задевает. Пытается отойти, но при этом сейчас будет перехват, похоже. И нам бы, наверное, Остин включить. Там уже прям контакт намечается. Хотя первый все-таки у Ксида. Джоус. Unlucky тайминг для него. Остин увидели. Ай-яй-яй-яй. И тот самый авик, к сожалению, в этом раунде тоже не сработал. Так мало того еще и погибает. Тейн. Что, да. Тяжело, тяжело получить триумфов. Ну, давай так. Мне кажется, тут все-таки триумфы в более серьезных матчах отнеслись, чем те же Гоцун. Гоцун там вальязничали, там где-то не серьезно относились. А триумфов здесь. Ну, давайте, пацаны, мы по-быстрому с вами расправимся и пойдем дальше. Есть еще три выживших от контакта Гастрайф. Если Сатурн забирает, бился, то, в принципе, еще шансы появляются. И вот она, дуэлька. Переживают, что, возможно, еще к нему придут сверху. Ну, вот она флешка тиммейта. И она не сработала, к сожалению. Потом придется перетренировать все-таки эту гранатку. Пошел здесь, конечно, один килл, но он остается один против троих. Приходит в шортах Тигзи. И уже одиннадцатый. Просто страйк как бы сложно было давать. А тут в раунде с пистолетами, ну, может быть, один вадим вайсу убит. Но посмотришь на деньги, как бы у одного, у другого, у третьего. Да, там у двух семь-девять тысяч. Но всегда, если что, можно дропнуть. То есть, хотя бы одного убивать. Но это все, что хватило в этом раунде от страйфа. Кстати говоря, вот еще один. Никаких холдов. Быстрый выход от фонтега Триум через монстр. На приеме у нас остин забирает одного. Идет на репик, выходит еще один фраг. Билд дает два сразу ответных. И, в принципе, опорники ликвидированы. Можно ставить пакет. Там еще слайдов подцепили с авика. Сатурн стамину еще попытки выйти в основную стадию. Вал закрытых не получится. Вообще, в Северной Америке это самый лайтовый из всех регионов квалификации. Потому что из восьми команд А6 выходит. И две команды, которые не проходит. Никто там не открывается. А вот открывается Сатурн. Просмотр в коротком был не сильно приятный. По слэшечку открывается хейт. Спасибо Вилусу за нее. И можно выходить ядовито. Остина, который остается в системе один. Ушлишал Сигзи. Сигзи был первый с авиком. Получалось забрать второго. Еще и минус 3. Красиво. Вот, к сожалению, тиммейтов не хватило. Все остальные погибли. 14. Снова повторный поджим центра. А там Ксид, кстати, сейчас, возможно, принимает тайминг и спинку убьет. Он повернулся. Второй не сыграл. И уже 4 в 3. Подлавливается Джоз на поджиме монстра. Ну вот, возможно, стамина. Нет. Надбой по стамине. Остин. 1-4. Вот это просто беготня уже началась. Ну что, на нож последнего? Нет. Ну, это просто, наверное, слишком было бы дико. Ты сразу с кульки в голову. Но пачка установлена. Неплохой мув получился. Но, тем не менее, в меньшинстве. Хотя Джорджа закрывает. Хейд закрывает аутина в ответку. Уиллс минус. Слайд заходит еще. Ну и 2 в 3. Очень черло стравились. Как-то дальше будет разорлить. Хотя, как это может быть и побольше. Надо забивать. Все-таки хейд остается последний слайд. А он только 2 минуса находит. И все-таки 16-0. Красивый три килла оббился. Все передают привет в чатике друг другу. Но, к сожалению, Strive покидают квалы и триумфы. Успешно со счетом 2-0 проходит этот матч. И отбираются в основную стадию. И в скором времени у нас будет следующий матч. В 3.15 по Киеву Москве начало. Это у нас RBG и ATK. Ну а пока.